Другое дело, если у вас стоит вопрос, зачем вам, ну, почему у вас возникать без мастера? А в чем вас обременяет мастер? Чем не хочется идти с мастером? Почему не хочется идти с мастером? Здесь вот вы можете встретиться с эгом. Вообще мужчинам сложнее сдаваться. Вот почему мне сложно. У нас есть некая такая янская мужская конкуренция. Мужчина, чтобы сдался мужчине. Ну, а женщины, они по своей сути, у них это принятие, через принятие все идет. Поэтому сейчас в мире женщин учениц больше, но просветлевает больше мужчин. Ну, на мой взгляд, я не знаю точно, но сколько я видел, женщины тоже, но как-то я меньше видел. А вообще никто не знает, сколько точно просветленных, потому что многие, вот с кем это происходит, это остается тайной, никто об этом не знает. Они живут жизнью обычных людей. Есть что-то дальше? Вот говорили, что есть несколько уровней просветления. Ну, это тоже какая-то концепция. Или вот это вот все? Я не говорил, что несколько уровней. Не, мы не будем вообще. Вот как вы думаете, есть дальше что-то за этим? Или какие-то разные уровни? Или женщины может просветлевают и молчат, тихо, происходят? Ну, это не важно на самом деле, вот этот вопрос, просветлевают или не просветлевают, потому что на самом деле важно не само просветление, а вот, как я все-таки для себя понял, и это связано с моей деятельностью сейчас, а обнаружение тех тенденций, которые мешают жить сейчас. Все это просветление может и не произойти в этом воплощении. Но, если вы живете абсолютно конгруентно своей задаче, душевной, духовной, то вы будете счастливы без просветления. Потому что не ваша задача в этой жизни просветляться. Не ваша. Ваша задача другая. И вам нужно быть честным с самим собой и просто работать, ну, обнаруживать эти тенденции и принимать реальность такой, какая она есть. И вы будете счастливы, если вы будете идти с собой. Ну, не нужно никакого фанатизма по поводу просветления. Я еще раз повторю, у меня никогда не было задачи просветлять. Это просто случилось так. Ну, ступеней просветления я тоже не знаю. Потому что это, знаете, либо свет, либо, ну, как... Есть, знаете, вот давность. Почему? Потому что истинное самоочищение сознания происходит после просветления. Когда контроль эго исчезает, делатель исчезает, начинается естественное самоочищение от, ну, то, что раньше называлось тенденцией. Ну, вот эти все негативные какие-то аспекты. Это совершенно естественно, самопроизвольно происходит. Поэтому, как правило, вот, допустим, я видел мастеров, которые набирают силу следа от года к году. И, допустим, ну, вот, может быть, вы будете замечать такое прогрессирование через этот персонаж тоже. Ты говорил, что у тебя было время служения. Или это клетка служения, насколько она длится у каждого? А сейчас... Или она у тебя как-то со служением? Вы знаете, вот, когда я начал служить, для меня открылось нечто... Потому что я же раньше работал, как и все, то есть у меня был бизнес, как бы это все равно бизнес, вещи своими именами называть, да? То есть я арендовал помещение, нужно было платить аренду. Мы... вот, волна со мной работала, да? То есть мы все-таки это занимались как бизнесом, потому что хочешь, не хочешь, а сколько тут, тысячу долларов мы платили за только аренду вот этого помещения в Владивостоке. Но вот я не знал, что такое служение реально. То есть... Но вот когда я стал служить, то я понял, что такое бескорыстное. Что значит делать... Ну, вообще не получая каких-то материальных вознаграждений, вообще никаких. Причем, ну, знаете, еще работать-то там, служения, знаете, такие были, что с 4 утра и до 11 вечера. Ну, и причем там такой огромный объем работы. Ну, вот, группы были по 107 человек. И спал без задних ног. Ну, то есть вот выкладываешься. Там у меня была такая должность, я был, ну, как бы, вроде менеджер, то есть он второй после учителя. Ну, вот этой должности накладывалось мыть туалет. То есть, да, я там вроде как бы, ну, так, между перерывами я мыл туалет. Поэтому какие-то вещи я полюбил. Вот для меня вообще не зазорно там мыть эти унитазы, там или полы мыть, ну, и вот убирать корпус. Мне нравилось, вот, там, сделать людям чистые вот эти раковины, там же, ну, как-то на привале там, на сопли какие-то там все. И вот ты берешь тряпку, все, знаешь, моешь, чтобы люди проснулись и, ну, вот, видели это чистое. Ну, чтобы было им приятно там как-то, чтобы не было вот этих в туалетах. Ну, обычно это вот зона туалета, там всегда какая-то, сто человек, фу, фу, и там все время. А это с перчатками делалось или прям без перчаток? Ну, когда как. Настроение. Может, когда я совсем раз, это же действительно. Нет, нет. То уже можно и без перчаток. Все родные. Да. То есть вы наблюдали, что вам хочется именно так сделать? Да, у меня была уже потребность, вот, хотелось служить, хотелось быть в этом, ну, потому что реально что-то открыло. У меня была блокирована сердечная чакра, как и у многих. Сердечная чакра – это не мой конек. То есть мой конек – это вот эта чакра. И мне, ну, понадобилось очень много работать над собой. Как один мой друг подкалывал меня в Владивостоке, он рассказал мне анекдот про Винни-Пуха и Пятачок. Ну, Пятачок наступил на ногу Винни-Пуху, и Винни-Пух ему говорит, «Ты большая жирная свинья». Ну, то, что как бы тяжело, ногу мне почти отдавил. Он говорит, «Слушай, Винни, мне нужно очень и очень много над собой работать, чтобы стать большой жирной свиньей». Ну, и вот, потому что я все время над собой работал как-то. Все мои друзья, ну, они говорили, ну, типа, вот, ты там, вот это, типа, вот, как в этом анекдоте, работаешь над собой. Ну, то есть реально мне пришлось поработать над этой чакрой, чтобы она открылась. Чтобы она открылась. И вот служение было одной из ступеней, почему эта чакра открылась. Когда я стал делать людям, и вот чувствовать к ним любовь, ну, вот, хотелось этого делать. Она стала открываться, и открываться, открываться, и открываться. И вот так и открылась. Открылась, я сейчас чувствовала открыт. Я так скажу, потому что я поймала себя на том, что, ну, два года назад, на том, что я уже не хочу ничего для людей делать, да? И я поэтому спрашиваю, например, то есть это просто как естественно, то есть оно появилось, открылось, и вы пошли это делать. Или все-таки есть какой-то, ну, я понимаю, что это тоже концепция, какой-то механизм, ты наблюдаешь, и в какой-то момент вдруг раз, и 10 минут уже хочется. То есть делаешь сперва, просто делаешь для людей это, да? И в этом раз и хочется. Потому что я столкнулась, вот, что оказывается, я это делаю в моей жизни. для служения нужна зрелость потому что если человек не зрел он не может служить и вот мы как раз вот в этих компаниях служили с людьми которые были незрелые и вот допустим мы работали на кухне одно время то есть идет какая-то медитация и давались инструкции и вот те служащие учитель сказал что могут пойти там все кто желает вот со мной служили ребята и вот они бросают и убежали ответственность это же тоже как работа служение тоже нужно там разложить там принести все вот я помню остался один но я тоже снял себе ответственности чтобы успеть все я просто делал со своей скоростью как я могу играл и при этом важно было не осуждать вот этих убежать убежавших мне но ребята реально были не готовы служить и многих как бы просто учителя говорю потому что не было не хватало служащих кто реально мог служить поэтому он как бы назначала уже там готов не готов по ходу ну там знаете такие группировки формировались там служащие друг другом даже дрались там же как бы такой группировки кто против кого в общем закладывали бегать вот понимаете вот были такие которые бегали докладывали учителю там а этот сделал то-то были такие служения в смысле монашевское служение это твое бескорыстное делание для допустим вот мы собираемся на медитацию поскольку она проводится на пожертвование то есть нету материальных средств для того чтобы оплачивать рабочим ну там которые вот обычно в духовном мире потому что есть практика служения люди делают это сами то есть сами готовят сами моют полы не нанимают уборщиков и это делают служащие кто кто готов послужить для других и те кто незрелый они обычно вот там допустим ребята знакомые у нас используют там типа нас используют вот когда я уже пришел в служение у меня никогда не появлялась мысли что меня используют то есть я сам хочу чтобы это все я хочу это делать я все просто я хочу разобраться просто иногда возникает так что ты делаешь ты же не думаешь что хочешь я просто всю жизнь сколько помню себя на сегодня мне казалось что службе я делала это делала просто появляется некоторые моменты что ты знаешь а вот для этих людей не хочешь я должна просто отследить что конкретно то есть вот так же работает да в данный момент да потому что эта группа увидела в которой мне говорят ну сделай для них что-то я вышла прямо на семинаре я понимаю я плакала то что я понимаю что ничего не хочу делать для этих не ложь конкретно вот просто там это просто я должна разобраться с того я потому что хочу что-то глубоко служение она не разрывно связано с основной практикой то есть просто служение она активизирует какие-то вещи потому что вот допустим если вы очень эгоцентричны то когда вы начинаете служить ваше эго начинает говорить там типа тебя используют ты будешь себя чувствовать униженным или там знаете вот начинается соревнования у нас же вот это было отправляли мыть туалеты ну то есть никто не хотел это делать ну как бы вот какие-то такие вещи и вот начинается такой избирательный потом я помню вот я тоже себе ловил мы служили на кухне и мы конечно себе там продукты но оставляли там такие яблоко большое это для себя тут я же заслужил этого типа цирки мы тоже там эти сладкие цирки по утрам завтраки мы тоже себе там не 2 а ну 4 5 штук оставишь допинг для понятия настроения да то есть все равно вот эти вещи проскальзывает если ты честен ты играешь ты осознаешь эти моменты зачем ты так делаешь да вот это эго она боится все равно полностью отдаться вот этому ему все равно хочется что-то вот свое приватизированное ну чтобы там два цирка но это вот и заслуженное заслужить чтобы отблагодарили чтобы выразили это признать и признали ну то есть вот поэтому конечно же служение она активизирует вот эти вот тенденции эго и и само служение по себе она позволяет как раз вот то что делали ниже стрела лебедь вот кто служил в прошлых музыка тоже служила вот именно с этих позиции позиции игры то есть служение не только чтобы делать людям а чтобы с помощью этого служения продолжать выявлять свои тенденции и вот это очень продуктивно это очень это потому что вы допустим в этом случае если бы я служил я бы заметил что у меня есть какая-то неприязнь я бы именно туда пошел служить потому что это бы оживила во мне вот эту мою темную сторону которую не хочу видеть и но вы должны быть оснащены инструментами что с этим делать когда эта темная сторона откроется как быть что делать как дальше открыться как прийти к освобождению но вот к слиянию с этим как это описано космическим сознанием но вот с этой бесконечностью с собой истины как приходите поэтому здесь конечно так или иначе но вот пока видите идет тоже отрыв так вот со чтобы социал проводить от прежних знаний я сейчас освобождаюсь путем интернета я выкладываю все вот эти знания которые в том числе даже и вот этот спектр сознания в интернете чтобы люди которые ко мне идут встречаются но они имели подготовку потому что но я не скрываю этих знаний я не держу их я не хочу и знаете там вот делать на этом бизнес и потом крутить этот семинар там ну и вот говорит приходите нет я хочу чтобы люди максимально подготовились и чтобы они могли потом разговаривать и последние ступени этой потому что я знаю последнюю ступень я знаю как привести человека туда вернее знаю как на куда куда направлять нужно чтобы произошло освобождение но для этого люди это многоуровневая подготовка все проходят не так или иначе и поэтому вот сейчас все эти знания вот сейчас тоже придется на третий согласие с реальностью один пока я еще это провожу но я не знаю что будет на следующий год